К другим темам, Трудовой кодекс гарантирует каждому работающему гражданину нашей страны своевременное и полноценное вознаграждение за труд. Причем заработная плата должна поступать дважды в месяц, не позднее, чем через 15 дней после последней выплаты. Правда, не все работодатели придерживаются этой нормы. В нашу редакцию обратились вахтовики, которые трудились в предприятии «Гастрой». По их словам, они несколько месяцев не могли получить свои кровно заработанные. С заявлением они пошли в прокуратуру, как рассказали нам сотрудники надзорного ведомства. Такая ситуация – не редкость. Продолжение темы в сюжете. Начались неуплаты с марта месяца. Всем рабочим он должен с марта месяца. А это 18 человек. Житель Алтайского края Николай Баянкин рассказывает, на предприятии «Гастрой» работал с осени прошлого года. Сначала заработную плату выдавали вовремя, а потом начались задержки. Последний раз я за февраль получил, значит, 15 марта или 20 марта получил. После этого получил я 5 тысяч и 15 тысяч. Больше я зарплаты никакой не получал. Это уже длится практически 5 месяцев. В конце мая вахтовик уволился из предприятия, но домой не уехал. Остался дожидаться полного расчета. Я уволился. Уволился. Меня должны рассчитать были 12 или 13 июня. Но до сих пор я сижу здесь. Почему? Потому что руководители говорят, а денег нет, сиди. Все люди, которые уехали домой, они также уехали без заработной платы, которые здесь перешли на другие предприятия, они также ушли без заработной платы. В принципе, почему я не уехал домой? По той ситуации, что уехать, билет взять в один конец и не получить заработную плату, не намотаешься, извините, пусть рассчитаешься, я поехал. Я бы уехал и больше не вернулся бы к нему. Некогда в жизни. Работал водителем вахтовки ООО «Газстрой». Четыре месяца не могу получить зарплату. В Курганской области Геннадия Ковалева ждут жена и дети. Отправиться на север главу семейства заставила нужда. Болеет дочь. И взятые кредиты требуют своевременного погашения. Чтобы вернуть свои кровнозаработанные, вахтовикам пришлось обратиться в прокуратуру. В моем возрасте уже предприятия шибко не берут на работу, а по объявлению нашел, устроился, отработал две вахты. Ну, в общем, где-то полгода, получается, я у него работал вместе с межвахтой. И оплату так частями дает. В данное время, сколько ни звоню, ему вечно денег нет. В данное время он мне должен 43 тысячи за март месяц. И до сих пор получить не могу. В прокуратуру города действительно обратились два работника ООО «Газстрой» по факту невыплаты им заработной платы. В настоящее время прокуратурой города организована проверка соблюдения требований трудового законодательства указанной организации. Ссылаясь на проблемы со здоровьем, руководитель предприятия не смог встретиться с нашей съемочной группой. Однако в телефонном разговоре заверил, что долги рабочим уже возвращены. Это подтвердил и один из вахтовиков Николай Баянкин. Так ли это проверит надзорный орган? В прокуратуре же говорят. Именно за защитой своих нарушенных прав чаще всего к ним и обращаются граждане. В этом году они уже приняли более 200 таких заявлений. За 7 месяцев 2020 года в прокуратуре города проверено 176 организаций на соблюдение требований трудового законодательства, по результатам рассмотрения которых выявлено 1483 нарушения требований трудового законодательства. Руководителям организации внесено 104 представления, по результатам рассмотрения которых 105 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. В том числе за нарушение требований трудового законодательства 148 лиц привлечено к административной ответственности. Обеспечено погашение задолженности на сумму более 72,6 миллионов рублей. Чаще всего работодатели грешат несоблюдением сроков выплаты заработной платы и подменой трудового договора гражданскоправовым. Нередки случаи, когда люди, остро нуждаясь в работе, подписывают документы не глядя, тем самым загоняя себя в ловушку. Работники зачастую не понимают, что заключая договор подряда или договор оказания услуг, они лишены гарантированных трудовым кодексом прав. Это права, например, даже на получение заработной платы два раза в месяц. Также это и отпускные, больничные выплаты. Также это и гарантированные государством социальные и пенсионные права. Если человек работал без трудового договора, то путь к восстановлению справедливости тернист. Прокуратура через суд отстаивает нарушенные права граждан. Впрочем, приезжим, работающим на Ямале, не обязательно здесь обращаться в надзорное ведомство и ждать, пока разрешится неприятная ситуация. Заявления у них примут и по месту жительства. Главное иметь хоть какие-либо бумаги, подтверждающие трудовые взаимоотношения. Наталья Худяева, Людмила Завгородняя, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс».